Друзья, всем привет! Забрала свой большой заказ в Альберес. Сейчас все покажу, будет интересно. Смотрите, какую красоту мы купили для нашей ванной комнаты. Новый противоскользящий коврик. Взяли в очень красивом сером цвете под мрамор. В магазине есть еще и другие расцветки. Размер коврика 50 на 80 сантиметров. Толщина 3,5 миллиметра. Мне понравилось то, что этот коврик быстро сохнет и не скользит. Он на резиновой основе. Диатомитовый коврик выполнен из нескользящего материала. Называется технический бархат. Его легко и быстро чистить. Качество отличное. Очень приятный и мягкий. Гипоаллергенный. Знаете, такое гладкое покрытие. И классно то, что он не впитывает в себя грязь, не марки и не линяет. И практически не содержит ворса, не теряет цвета и формы. Отлично впишется в любой интерьер. В ванную, в туалет или в прихожую. Или даже на кухню можно. Рассветка очень красивая. Духи минимализма. Мне нравится. Стильный коврик. Я просто от него в восторге. И размер отлично подошел. Я очень довольна, что его купила. Дочь купила себе вот такой модный пиджак. Размеры 42 и 44. Выполнен из качественной костюмной ткани прямого кроя. В состав входит вискоза 37%, полиэстер 60% и эластан 3%. Красивая классическая модель. Сшита очень аккуратно. Подходит для женщин всех возрастов. Знаете, мне понравился минималистичный дизайн этого пиджака. Нет ничего лишнего. Универсальный, элегантный. С ним можно создавать различные образы. Отлично подойдет для повседневной носки, для работы в офисе, для учебы, для вечерних выходов. И знаете, он достаточно теплый, так что его можно носить и в прохладную погоду. Пиджак очень комфортный, стильный. Нам с дочкой понравился. Смотрится круто. Прекрасно пополнит наш гардероб. Еще мы купили вот такую стильную джинсовую юбку. Мы взяли в черном цвете. На магазине есть еще и другие цвета. В подарок юбке присылают еще и ремень. А также вот такие милые сережки. Знаете, очень хороший размерный ряд. От 40 до 62. Так что можно будет выбрать. Юбка выполнена из турецкого денима. 97% хлопок и 3% эластан. Шита аккуратно. Длинного кроя. Ниже колена с разрезом и высокой талией. Вся фурнитура качественная. Универсальная модель из плотной ткани. Достаточно теплая. Комфортная и удобная. Отлично впишется в повседневный образ. На учебу, на прогулку, на свидания. И будет актуальна в любое время года. Мне понравилось то, что эта юбка выполнена из дышащего материала. Приятная на ощупь. И классно смотрится на фигуре. Подчеркивает все достоинства. Дочь осталась от нее в восторге. И будет носить с огромным удовольствием. Также мы еще купили вот такой комплект спортивного нижнего белья. Размерный ряд от 40 до 46. Мы взяли в черном цвете. На магазине есть еще и в сером. Белье очень мягкое. Приятное к телу. Ткань в рубчик. Хлопок 90% и эластан 10%. Трусики с липы. Их можно носить как с высокой посадкой, так и со средней. И знаете, мне очень понравилось то, что у этого белья мягкие швы. Поэтому оно не врезается в кожу. Качественная и удобная. Лифт без косточек. С поролоновой вставкой. И бретельки регулируются. Поролоновые вставки по желанию можно вытащить. И классно то, что этот комплект дышащий. Хорошо пропускает воздух. Ткань хорошо тянется. Очень мягкая и удобная. Совсем не давит. Такой комплект отлично подходит для повседневного ношения. Для занятия спортом и для сна. Белье красивое, удобное и качественное. Нам с дочкой очень понравилось. И хотим подарить точно такой же комплект нашей сестре на 8 марта. Она будет очень довольна такому классному подарку. Девочки просили показать, какой термозащитой для волос мы пользуемся. Покупаем вот такой несмываемый крем-спрей для всех типов волос. И знаете, классно то, что этот крем выполняет сразу же несколько действий. 17 в 1. Нам с дочкой очень нравится этот крем. Он отлично защищает волосы, прекрасно увлажняет и питает. А также еще восстанавливает повреждения волос. И знаете, мне нравится то, что после этого крема волосы легко расчесываются. И самое главное, он защищает волосы от высоких температур. Волосы становятся такими блестящими, гладкими, мягкими. И их легко укладывать. И после использования остается такой приятный аромат. Держится до следующего мытья. И знаете, еще классно то, что этот крем убирает пушистость волос. То, что нам с дочкой нужно. Потому что волосы очень пушистые и непослушные. И получается такой вид, как будто салонного ухода. Мы постоянно пользуемся и утюжком, и феном, и иногда плойкой. И этот крем отлично защищает наши волосы. Термозащита очень крутая. Нам с дочкой нравится. И пользуемся ею постоянно. С огромным удовольствием. Мы вышли на улицу. У нас очень холодно. Сейчас мороз минус 6. Зашли мы с Владиком в магазин. Купили лимонад, купили орешки. Сейчас еще хотим зайти попить чай. Ждем Алену. Сейчас Аленка подойдет. И пойдем в колос зайдем. Потому что очень, конечно, холодно. Посидим, погреемся. Да, очень холодно. Прям вообще, конечно. Похолодало. Вчера не было так. А ну-ка, в колосе есть, люди? Места, чтобы... А, ну места есть, нормально. Все, ждем Алену. А вот и Алена. О, ты что, с новой сумкой? О, покажи. Классно. О, сумка. Я еще вам ее не показывала. Покажи Аленку. Вот так. Мы уже идем, холодная. Красивая. Такой цвет приятный. Как раз тебе под джинсы. Бабушке тоже, да, понравилось. Ну пойдем. Замерзли. Пошли. Пошлите в ладончик. Очень замерзли. В польской очень все. Очень скоро, да. Пойдем. Все, мы уже зашли в колос. Взяли по Наполеончику соленый. Ватик взял себе картошку и шоколадное. Лимонадики. Куски огромные. Да, большие куски. Круто вкусно. Наполеон очень вкусно. На улице минус 4. Я уже посмотрела. Так что будем кушать. Еще картошку фри. Скоро приготовят. Вот еще пока не приготовили. Все, сейчас покушаем картошку фри и пойдем. Мы все никак не можем убрать наш Новый год. Смотрите. Все еще у нас украшено. Уже, наверное, завтра нужно все убирать. Новый год прошел. Крещение уже прошло. Все. Я сварила лапшу. На курином бульончике. Получилось очень вкусное. Знаете, покупаю лапшу. Не помню, показывала или нет. Вот такую лапшу. Она очень хорошая. Настоящий домашний вкус. Но это правда. Яичная лапша получается очень аппетитная. Ну, прям как домашняя. Так что советую, если кто увидит, такую лапшу покупайте. И самое главное, что она еще не разваривается. Стиралась у меня уже белье. Сейчас все нужно будет вывесить. Так быстро все, знаете, ставлю не на полную стирку, а на короткую. И нормально все отстирывает. Сейчас стираю вот этим гелем. Девочки, мне очень нравится. Смотрите, смотрите, уже сколько осталось. Я прям в восторге от этого геля. Мне нравится. Он, знаете, он не сильно пенится. Очень приятный запах остается. Но я как-то уже вам его показывала в своих обзорах. Приятный такой ненавязчивый аромат после стирки. Ну, хороший. И самое главное, что не так сильно пенится. Вот это самое главное для меня. И классно отстирывает. Просто вот супер. Мне нравится этот гель. Пользуюсь с огромным удовольствием. И буду еще заказывать. Все белье я уже повесила. Здесь у нас еще стоит наша вешалка. Получается, вот я уже не помню, показывала ранее или нет. Здесь был балкон. Балкон мы убрали и совместили его с кухней. И вот так вот получилось. Такая зона, где можно сушить белье. Также у нас там еще кулер стоит с водой питьевой. И сюда же поставили вешалку. Потому что места больше нигде, к сожалению, нет. Кстати, букетик еще стоит до сих пор. Прям такой целенький. Ну, скоро будем разбирать. Не знаю, хотим эти шишечки оставить, не выбрасывать. Ну, красивый букетик. Жалко, конечно, полностью его выбрасывать. Вешалка, хочу сказать, наверное, мы ее много нагрузили. Немножечко стала ее косить. Но ничего не поделаешь. Потому что, конечно, не нужно так нагружать сильно. Наверное, все-таки часть вещей придется куда-то убрать. А так, конечно, удобно. Хорошо. Так что, вот такие дела. Бывает, эту сушилку выношу на общий балкон. Еще есть большой балкон. На воздух. Еще там бывает сушу тоже белье. Бывает здесь. Ну, по-разному. Ну что, пришло время разбирать нашу красивую елочку. Сейчас в отдельный пакетик складываю сосульки, потом мишек. Ну, такие вот игрушечки, которые могут где-то сломаться, где-то порваться. Складываю по разным пакетикам. Вывсы также в отдельные пакеты, потому что они путаются. Веночки. Так. И шары тоже отдельно. Уже игрушки я сняла. Вот так вот ее сложила, связала, потому что, конечно, очень тяжело. Ветки расходятся. И сейчас буду укладывать в коробку. Сейчас перенесла вот эту пальму, драцену, из зала на кухню. Вот раньше стояла на кухне, на полу. И все хорошо было. Смотрите, что сейчас с ней произошло. Начала засыхать. Конечно, все уже погибает. Ну, поставлю все-таки на кухню, только не знаю, где. Сейчас полью ее, да. Тут фигурки, да. Да, у нас еще там большая драцена стоит. Высокая. А эта, конечно, стала пропадать. Очень жалко. Но не подходит ей солнце. Нельзя ее на солнце. Только вот на полу, если поставить, и все.